каждый год в декабре вот уже много десятков лет сколько точно расскажем чуть позже они буквально в один миг оказываются повсюду создавая неповторимую атмосферу волшебства и чудес причем окунаются в эту атмосферу все без исключения вне зависимости от возраста представить без них новогоднюю ель сегодня просто невозможно но наверняка мало кто задумывался над тем какую роль в их появлении сыграла наука а мы вот задумались и в ближайшие полчаса расскажем вам все про новогодние игрушки в эфире проект наука рядом студии екатерина берецкая здравствуйте и не пропустите в программе все началось с красных яблок откуда и когда появилась традиция украшать ель новогодними шарами какие новогодние игрушки в топе у белорусов сегодня сделали игрушки такие с белорусскими какими-то мотивами с белорусскими орнаментами с белорусскими пейзажами белорусским птичками и наверное поэтому мы и полюбились белорусскому потребителю и самое волшебное производство как стекло превращается в изысканную новогоднюю красоту много красивых игрушек вот машинки какие красивые каждый раз новые игрушки лягушки и дракончики покупайте радуйтесь побольше у нас очень-очень красивые игрушки по одной из версий первые стеклянные новогодние игрушки появились в саксонии в 16 веке но все же историки приняли за официальную версию рождения первых праздничных украшений другую какую расскажу прямо сейчас в нашей постоянной рубрики история вопроса изначально ель в западных странах украшали яблоками эта традиция имела религиозный подтекст и символизировала яблоки райские однако в 1848 году в германии яблони не уродили в срочном порядке взамен фрукту стеклодувы из местечка лауша сделали яблоки стеклянные прототип современных стеклянных шаров а технологию позаимствовали у древних египтян да да именно в древнем египте придумали первую стеклодувную трубку с помощью которой получалось создавать стеклянные изделия а сам материал стекло изготавливали из природной соды которые на берегах нила было очень много но вернемся к истории новогодних игрушек в 19 век стеклянные елочные шары народу пришлись по душе и в течение нескольких последующих лет про натуральные яблоки в европе забыли зато немецкие мастера совершенствовали свои произведения шары создавали из прозрачного ли цветного стекла внутри игрушки покрывали слоем свинца а снаружи блесками в россии впервые елку украсили в 1699 когда петр первый ввел новый календарь до этого у славян был праздник новолетие отмечали который в марте и украшали не ели а березы и дубы и не стеклянными шарами а ленточками и женскими косынками с вышивкой правда нововведение петра первого не прижилось и с уходом царя благополучно ушла и традиция украшать новогоднюю елку вторая попытка была предпринята уже в 19 веке николаем первым царь решил сделать своей жене прусской принцессе фредерике сюрприз и по западной европейской традиции украсил дворец сначала просто еловыми ветками а в 1819 установил большую ель украшенную шарами первую публичную елку в россии установили 30 лет спустя в здании екатерининского ныне московского вокзала а вот первая большая новогодняя елка специально для детей была организована при советской власти если быть точной в 1935 в том же году главный символ нового года появился во всех школах детских садах и клубах и как мы видим по сей день ель и игрушки обязательные атрибуты новогодних праздников о том как создают новогодние игрушки сегодня узнаем прямо сейчас у нас в студии руководители единственного стране предприятия по производству стеклянных елочных украшений андрей здравствуйте здравствуйте андрей ну я уже сказала что вы по сути единственная в стране кто делает елочные игрушки если в ваших изделиях характер и в чем изюминка в чем эксклюзив знаете когда мы начали свое производство а это уже наверное восемь лет назад мы хотели делать игрушки знаете с белорусской душой потому что на рынке присутствовали чаще всего китайские какие-то изделия ну у них санта клаусы роский дед мороз и мы вот сделали игрушки такие с белорусскими какими-то мотивами белорусскими орнаментами белорусским пейзажами была русским птичками и наверное поэтому мы и полюбились белорусскому потребитель а как вообще понимаете что хочет белорусский потребитель преддверии нового года конечно же в преддверии каждого года это игрушки с символами года. И вот следующий год у нас год дракона. И, конечно же, у нас там, не знаю, наверное, 10, а то и 15 новых артикулов. Это и шары, и формовая игрушка с дракончиками. Ну и приходится гадать, какой дракончик будет милее, каких игрушек выпустить больше. Ну, иногда есть шанс даже не угадать. У нас был период, когда у нас очень много бычков, символ года был бык, вернулся к нам на склад. То есть быки не зашли? Ну, не попали в целевую группу. Кроме традиционных символов, ну, просто мода меняется. Мне кажется, что новогодние игрушки тоже. Сейчас есть такая ностальгия по советскому прошлому. Что сегодня хочет беларусь видеть на своей елке? Какие игрушки? Такая вот ностальгия есть. Ну, знаете, это, наверное, можно отнести к психологическому фактору. Потому что с чем ассоциируется у вас Новый год? Наверное, с детством, когда деревья были маленькие, родители были молодыми. И мы еще верили в Деда Мороза. И тогда, наверное, ну, по крайней мере, вот у нас висели советские елочные игрушки. И вот эта вот отсылка к ним, вот такая психологическая, знаете, память, она, наверное, и идет, что елочные игрушки, скажем так, советских таких вот традиций, какие-то советские мотивы, знаете, часики без пяти-двенадцать, какие-то белочки, какие-то зайчики, они очень популярны. Популярны сегодня в тренде у Беларуси. Да, да. Хочется немножко про науку создания игрушек, с чего все начинается. Я так понимаю, дизайнеры первыми приступают к работе. Как это у вас происходит? У нас есть ряд игрушек стеклянные, есть игрушки из поликерамики, это наша разработанная технология. Сначала у нас идет 3D-модель. 3D-дизайнер делает на компьютере игрушку, как она будет выглядеть. Соответственно, это зайчика, или дракончика. То есть потом мы видим уже, как это все будет в натуральном виде. Даем одобрение. После этого делается 3D-модель уже как бы на 3D-принтере. После этого эта модель заливается силиконом, получается формочка, делаются кожухи. Потом вот это все заливается, как-то, специальным раствором, и появляется первая игрушечка. Первая игрушечка появилась. На аэрографе сделали наброски. Художник дорисовал, отлакировали ее, и первый сигнальный образец получается. Мы запускаем серию. Вы сказали по поводу материалов, не только стекло, вот разработка поликерамика, да? Да. Можно поподробнее о том, как... То есть я так понимаю, что со стекла начинали, а потом... В любом, наверное, бизнесе нужно чем-то отличаться от конкурентов. Стекла на рынке много. Это и китайские производители, и российские производители. И нам хотелось придумать что-то свое. И этот экологический материал на основе гипсовых вяжущих, но при этом через этот материал можно лучше передать фактуру. То есть из стекла не сделаешь, скажем так, настолько тонкую игрушку, как из поликерамики. Поэтому вот мы долго-долго пытались привить любовь, опять-таки, потребителей к этим игрушкам, и теперь они у нас продаются даже лучше, чем стеклянные. Слушайте, но я так понимаю, в тренде экологичные все материалы, да? Ну, стараемся. Стараемся, да, и стараемся. Экология, наверное, такая модная словечка, которую пытаются все поддерживать. Вы так интересно рассказываете, мне кажется, уже, ну, мне точно и нашим зрителям наверняка хочется посмотреть, как же это все происходит. Это волшебство. Мои коллеги уже готовы рассказать и показать все детали самого волшебного производства новогодних игрушек. Начинается рождение новой елочной игрушки с задумки. Работают дизайнеры и художники. Анализируют, что больше всего понравилось покупателям за предыдущий год. И только когда дизайн игрушек утвержденно решает это директор фабрики, начинается производственный цикл. Стеклянную заготовку отправляют на покраску и красят их вручную. Такие предприятия до сих пор во всем мире используют почти на всех этапах производства ручной труд. Сразу после окраски игрушки сушат, после чего они попадают на раскраску. В цеху, где расписывают игрушки, тишина. За каждой девушкой художником закреплен один вид изделия. Кистями они расписывают шары в несколько этапов. Пока краска подсыхает на одном изделии, девушки красят другие. Поэтому, по сути, ни одной игрушки под копирку вы не найдете. Рисунки хоть и похожи, но не одинаковые. Сама роспись процесс не быстрый, поскольку форма у игрушек в основном круглая, нужно так разрисовать, чтобы краска не растеклась. Ну а затем игрушки лакируют для того, чтобы краска дольше держалась и игрушка блестела. А дальше отправляют на сушку. После готового изделия ждет упаковка. Я упаковщица. Я упакую вот коробочки. Потом мы делаем сено. Такой вот мотируем его, улаживаем для того, чтобы игрушку положить. Конечно, смотрим за качеством игрушки, чтобы всех радовать, чтобы не положить побитую игрушку. Посмотрим так. Ну, уже как бы уже смотрим, где можно посмотреть. Все, и потом запаковываем и отправляем. Я пять лет уже здесь работаю. Я уже вижу, знаю, где смотреть какую игрушку и качество, чтобы было. Упаковывает мастер по 500 изделий в день, но когда сезон доходит и до тысячи. Много красивых игрушек. Вот, машинки какие красивые. Каждый раз новые игрушки. Лягушки, дракончики. Покупайте, радуйтесь. Побольше у нас очень-очень красивые игрушки. Чтобы, ну, люди покупали и радовались. Чтобы они пришли домой и все радовало. Единственную в стране фабрику по производству елочных игрушек создал Андрей Бегун более десяти лет назад. А началось все с хобби. Он много путешествовал и с каждой страны привозил поигрушке. А когда собралась целая коллекция, сделал музей. Посетители стали интересоваться, а где же наши новогодние игрушки? Так пришла идея создать фабрику. Начинали скромно с маленького помещения и нескольких сотрудников в штате. Искала работу. По объявлению пришла сюда. По объявлению. Ну, самое первое было то же самое. Мы с девочкой, ну, там, художницей начинали как с подвала начинали. Вот. Ну, а потом уже все. Директор расширился все. Работала на складе. То же самое. Была и заведующая склада, и упаковщицей была. А сейчас Юлиана – литейщик гипсовых изделий. Но снять процесс производства таких игрушек не стекла из гипса не получилось, потому что это производственная тайна. Для таких изделий была создана специальная уникальная технология. Сам процесс, вот то, что пять минут мне нужно на изготовление этого гипсового изделия. Да, пять минут. Но дело в том, что я его сначала зачищу, вот, придам ей вид. Вот. Потом она идет на художника. Потом она идет на окуньку, чтобы ее закрепить. Потом она идет на лакировку. И потом уже на упаковку идет. Это вот она уже столько рук прошла. Поэтому она называется, то, что ручное изделие. Поэтому она дорого стоит у нас. Это тоже закрытая тема. В общем, секретная тоже, с чего там она состоит. Но в основном у нас гипс идет. Из гипса делают и визитную карточку завода – снегиря. В день таких красавцев отливают по сто штук. Вы смотрите проект «Наука рядом» и вот еще о чем расскажем. Украсить ель игрушками, которых ни у кого нет. Новогодние шары с дизайном, который выбираете вы. Цветы, сказочные персонажи, фигурки птиц. Чем еще можно украсить главный символ Нового года? В день каждый художник, в зависимости от сложности, может сделать в среднем сто игрушек. И как удалось нашим ученым сохранить белорусские традиции о производстве сувениров с национальным колоритом, смотрите совсем скоро в программе. Колокольчик наш белорусский традиционно, он тихий и спокойный, как нрав у человека нашего. Для тех, кто только что к нам присоединился, рассказываю. Это проект «Наука рядом». Сегодня мы изучаем елочные игрушки. У нас в студии все еще руководители единственного в стране предприятия по производству елочных украшений. Андрей, я так понимаю, что речь идет о серийном производстве или есть заявки на какие-то индивидуальные шары и не только шары? Конечно же, фабрика работает круглый год, и круглый год мы производим те игрушки, которые поступают потом в торговые сети, либо уезжают на экспорт в Российскую Федерацию. Однако в преддверии новогодних праздников мы изготавливаем, скажем так, и корпоративные игрушки. Это игрушки с какими-то логотипами, игрушками, сидами каких-то вот изделий, которые, наверное, ассоциируются у заказчиков с их производством или их какими-то брендами. И это, скажем так, тоже отдельная статья нашего бизнеса. Это интересно. То есть, найти рисовать одно и то же круглый год, оно как бы с одной стороны интересно, с другой стороны, даже нашим дизайнерам хочется как бы развиваться, придумывать какие-то новые креативы, поэтому это, знаете, симбиоз такой. С одной стороны, это сложно, потому что нужно успеть всех порадовать и не опоздать перед Новым годом, потому что игрушки вряд ли кому-то будут нужны после того, как часы пробьют 12. А с другой стороны, это интересный креатив наших сотрудников, которые они воплощают свои идеи. Вот вы сказали, круглый год работает предприятие. Мне казалось, что все-таки эта штука сезонная. И опять же, вы говорите, нужно успеть до Нового года, потому что после Нового года спрос наверняка падает. Но вообще есть люди, которые покупают заранее? У нас кто-то планирует? Конечно же, спрос на игрушки падает после Нового года, он практически нулевой. Но чтобы обеспечить потребности нашей страны... К Новому году. Да, или обеспечить экспортные какие-то поставки, нам нужно производить эти игрушки целый год и отгружать их нам на склад. А первые экспертные поставки уезжают уже в начале лета. Поэтому у фабрик нет никакого простоя. Вот заканчиваются новогодние праздники. 3-го числа 1-го рабочий день, и все сотрудники выходят на работу. То есть у вас Новый год, круглый год? Да. У нас Новый год, круглый год. Стараемся жить и работать с новогодним настроением. И ведь все сказали, радуете не только белорусов, но и работаете на экспорт. Куда уезжают наши, ваши белорусские новогодние игрушки? Ну, в этом году, в этом сезоне и в прошлом сезоне мы, конечно же, ориентируемся на российский рынок. Он большой, он большой, он масштабный. После последних событий российский рынок немножко переориентировался. Многие производители ушли с российского рынка, и этот рынок открылся, в том числе и для нас. И если, например, в каком-то ключе мы обеспечиваем всю страну игрушками, то нам уже в Беларуси было мало. Выходить было очень сложно на российский рынок, потому что он своеобразный. Но сейчас наши игрушки очень востребованы. Даже можно немножко похвастаться, что в этом году наши игрушки будут украшать московский ГУМ. Класс! Андрей, вот возвращаясь непосредственно к самим игрушкам, вот с точки зрения технического, если так можно сказать, что проще произвести шар, тот же стеклянный, например, или какую-то, ну, фигуру птицы, белочки, зайчика. И сколько вообще по времени вот это все занимает? Вопрос под ковыркой, потому что есть оборудование, которое автоматическое, которое выдувает то же самое стеклянные шары или стеклянную форму. Но при этом же это получается по полуфабрикат. А шар нужно разрисовать, мотив новогодний, какую-то новогоднюю сказку, либо какой-то новогодний сюжет. А это уже время. Конечно, можно делать механическую печать на шарах, но тоже необходимо потом делать дополнительный декор. Ну, а ту же форму в елочную игрушку нужно расписать. Ну, можно так сказать, что наша фабрика за год, наверное, выпускает порядка 300 тысяч игрушек. А в день каждый художник в зависимости от сложности может сделать в среднем 100 игрушек. С ума сойти, 100 игрушек, 300 тысяч игрушек в год. Ну, это очень круто. Это очень круто. Андрей, спасибо. Мне кажется, все, что мы хотели спросить про новогодние игрушки, мы спросили, а вы нам ответили. С Новым годом! А мы продолжаем и прямо сейчас отправляемся на поиски новогодних игрушек с национальным колоритом, сохранить традиции. Это, как выяснилось, тоже наука. Изделие из соломы – традиционное ремесло Белоруссии, которое можно назвать искусством, ведь соломоплетение – процесс сложный и скрупулезный. Достаточно трудоемкий, потому что сама по себе солома, она же должна вырасти, она должна заготовиться, она должна потом почиститься. Это надо потом… коленочки отдельные, ну, вот эти части ржи. И раньше была солома-то в человеческий рост, раньше были длинные соломенные эти коленочки, и можно было большие делать. А теперь уже все у нас, чтобы удобство комбайном. Сейчас уже как такового жито, будем так говорить, уже и нету. Мастера выращивают на своих участках себе специально, потому что они не для зерна сейчас. Солома и наши предки покрывали крыши домов, делали из нее шляпы, обувь и, конечно же, игрушки и украшения. На новогодние праздники в том числе. До нас, благодаря научно-производственному предприятию белорусских народных ремесел, эта традиция дошла. Любой белорус может приобрести современный елочный колокольчик из соломы, но с национальным колоритом. Колокольчик вообще особенный, колокольный звон он очищает все вокруг. Лошадям ешили колокольчики, чтобы отгонять волков. Когда звон идет, чистота такая особенная, то есть, ну, это защита. Поэтому колокольчик. Колокольчик наш белорусский традиционно, он тихий и спокойный, как нрав у человека нашего. Мы живем на такой прекрасной территории, которая наша награда и наша боль. Поэтому мы спокойны, мы хотим мира всегда, спокойствия, чтобы все проходило хорошо. Это достаточно декоративная вещь, которую можно украсить елочку, которую можно поставить на стол, которую можно где-то приспособить, то есть, как декор. Он очень такой лаконичный, спокойный, он уют создает, если говорим про этот колокольчик. Если украсить елочку, то это будет очень такой домашний колорит, теплый. В современном колокольчике сохранено аутентичное сечение, дошедшее до нас от предков. Поэтому, украшая дом такими изделиями, мы не только наслаждаемся внешним видом колокольчиков, но и прикасаемся к нашим традициям, той энергетике, которую закладывали наши предки, переплетая солому. Объединили традиции белорусского ремесла и современность ученые и мастера предприятия и в другом направлении ткачестве. Долгими зимними вечерами женщины в основном занимались ткачеством, делали одежду, рушники. Рушники – это послание Всевышнему, Вселенной, Мирозданию, какие-то пожелания, чаяния. И в настоящее время вот это выливается в такую декоративную продукцию, где тоже закомпонованы послания добра, тепла, уюта. Вот эти свечки, они как будто бы символизируют то, что это домашний очаг, тепло. Ну и ромбики – своего рода защитная функция. Вот таким образом решили мы этот сувенир новогодний, с пожеланиями и с желаниями всего лучшего. Традиция ткачества, традиция украшать как бы то ни было все равно, традиция через послание, если в рушниках, то там архаичный рисунок, он там геометричный, четко выверенный, цвета очень характерные. То есть здесь вот они в форме, в ромбах, вот в этих вот столбиках, они повторяются, но они уже настолько трансформированы, они современные. Ну и свечи, как тепло. Ткачество – это тоже ручной труд. Нить и уток, переплетаясь на станках в руках мастериц, превращаются в самые разные предметы – покрывало, скатерти, коврики. Это создание ткани, ткачество же, как мы знаем, ткань состоит из утка и основы утка. То есть одни ниточки идут в длину, другие – поперек. Тут надо сначала заправить станок, это же не просто так. Любой, даже если гобилент ткется, то он натягивается ниточки сначала горизонтальные, а потом вертикальные нитки и прибивом там особенной какой-то техникой. То есть качество – это тоже песня, это отдельный процесс, это трудоемкий процесс, никто в одиночку не делал. Очень тяжело заправить станок, всегда два человека участвуют в этом. Один подает ниточку, другой ее берет. Ткать можно одному человеку. А заправка станка, основка, вот эти все технические термины – это достаточно трудоемкий и сложный процесс. И во всех этих изделиях зашифрована наша белорусская символика – узор, цвета и рисунок. Ученые-медики советуют обязательно украшать дома новогодними игрушками. И в первую очередь не для красоты, а для психологического здоровья. Все потому, что даже при взгляде на красивые шары у нас ускоряется синтез гормонов счастья и радости – эндорфина и серотонина. От них зависит общее психическое состояние человека, которое отчасти руководит нашей иммунной системой. И это, кстати, тоже научно доказанный факт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова